Тротуарная плитка Тротуарная плитка Тротуарная технология стала пользоваться спросом по всей стране, а потом и в соседних государствах. В России же брусчатка из искусственных материалов появилась лишь в 70-80-х годах 20 века. Первоначально использовались массивные железобетонные плиты, квадратные и прямоугольные формы. А вот начало производства фигурной плитки приходится на середину 90-х годов. На сегодняшний день отечественные и зарубежные производители представляют огромный выбор современной тротуарной плитки. Разобраться в этом многообразии нам помогли в кирпичной компании «Брикус». Оказывается, на сегодняшний день существует три основных вида тротуарной плитки – клинкерная, вибропрессованная и литьевая. Подробнее мы рассмотрим первые два вида, так как литьевая плитка, по мнению специалистов, является самой непрактичной. Срок ее службы составляет всего лишь 3-4 года. Так что, если для вас важно качество и долговечность, обратите внимание на плитку клинкерную. Именно она считается самой лучшей, так как сделана из глиняного натурального материала, обожженного при высоких температурах. Средняя толщина вот такой плитки составляет 40 мм. Этого вполне достаточно для благоустройства любой территории, имея в виду для заезда автомобиля и для дорожек, потому что эта плитка особо прочная. Можно ее сравнить с клинкерным кирпичом. У такой плитки минимальное водопоглощение всего лишь 1-2%. Это у настоящей клинкерной плитки. Очень высокая марочная прочность, которая доходит до 500-600, и срок службы превышает 100 лет. На сегодняшний день клинкерная плитка представлена большим количеством производителей, как зарубежных, так и отечественных. Самым крупным в России по ее производству по праву считается завод ЛСР. Клинкерная плитка российского производства, завода ЛСР, имеет толщину в 50-52 мм. Немецкая плитка имеет толщину в 40 мм. Соответственно, клинкерная плитка, в отличие от бетонной плитки, не боится ни шипованной резины, ни перепадов температуры, ни химических всяких соединений. Самое главное преимущество клинкерной плитки в том, что в течение всего срока службы она будет сохранять свой первоначальный цвет. Ее стоимость, если это отечественное производство, начинается от 1100 рублей. Импортная плитка обойдется вам в два раза дороже. А вот по качеству, как уверяют специалисты, они не отличаются. Единственное преимущество европейского материала – разнообразие цветовой гаммы. Компания Брику сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными производителями. Если вы решите остановить свой выбор на тротуарной плитке европейского производства, то сможете по каталогам выбрать понравившийся вам вариант. Следующий вид – это вибропрессованная плитка. По сути, она представляет собой смешение цветных бетонов. Вибропрессованная плитка делается по технологии прессования. То есть, это когда бетонная масса, если это хороший бетон, соответствует бетон марке B22,5, значит, под давлением на оборудование испрессовывается, наносятся на него разнообразные оттенки. Такая технология называется Color Mix. Ну и, соответственно, придается форма. Если посмотреть по разным производителям, то коллекции разные. Старый город Ландхаус, классика. То есть, выбор на самом деле очень большой. Только в нашем офисе мы представляем такие заводы, как Готика, Брайер, рязанский завод Стоунвиль. То есть, стоимость плитки начинается приблизительно от 400 рублей. И коллекции, которые имеют Color Mix, розничную стоимость, имеют где-то 1100-1200 рублей. Вибропрессованная плитка представлена различными производителями, в том числе и заводом Брайер, который использует при ее производстве двойное прессование. Бетон по прочности соответствует 22,5. Морозостойкость плитки Брайер составляет 200 циклов. А, грубо говоря, водопоглощение 6%. То есть, если у клинкера это 1-2%, то у хорошего вибропресса оно составляет 6%. На рязанском рынке, в принципе, представлены два основных производителя. Завод Хес и Каменный Век. С обоим заводом мы работаем. В каждом из этих производителей есть определенные интересные позиции. Ну, Каменный Век, конечно, делает Color Mix. Завод Хес, он по-другому называется, Стоунвиль, он не делает. Если говорить о других производителях, то все, в принципе, друг от друга отличаются. То есть, фабрика Готика, она делает малые архитектурные формы, вазоны, очень интересные поверхности с натуральным отсевом. Ну, а завод Брайер на сегодняшний день, я считаю, его, наверное, одним из самых лучших и качественных заводов, имеет очень много патентованных форм расцветок, да, которые не могут повторить другие производители просто в силу ограничений по патенту. Что касается толщины, кирпичная компания Брикус советует для пешеходных дорожек выбирать тротуарную плитку толщиной 40 мм. Ну, а для участков, где вы планируете парковать автомобиль, при условии, что это не грузовой тяжелый транспорт, лучше приобрести плитку толщиной 60 мм. Однако, мало купить качественную тротуарную плитку, важно правильно ее уложить. Существует два способа укладки. С дренажом для того, чтобы вода уходила в грунт, и водонепроницаемый. В первом случае, после выемки грунт, засыпается выравнивающий слой песка. Затем слой щебня высотой 10-15 см. Поверх щебня вновь утрамбовывается песок. Чтобы он не уходил в грунт, на этом этапе можно использовать геотекстиль. Геотекстиль – это такой материал, который напоминает о себе что-то среднее между мешковиной и пленкой. Это дышащий материал, который позволяет дренировать воду, спокойно ее уходить. Но что он делает? Он не дает, во-первых, сорнякам прорастать, они здесь остаются, а во-вторых, он удерживает ваш песок для того, чтобы песок не вымывал дождями, он просто-напросто не уходил в грунт. Также вот этот слой потом утрамбовывается, и дальше укладывается ваша тротуарная плитка, которая впоследствии засыпается мелкофракционным песком и также утрамбовывается. Если вы заметили, в этой схеме отсутствует сухая смесь или бетонное основание. Дело в том, что в случае их наличия вы получите стяжку 50-й марки прочности. Цемент сам по себе, он очень хорошо впитывает влагу. И когда вы мало того, что положили на цемент, так ещё и замели швы вот этой цементно-песчаной смесью, вся влага, которая поступает в себя, она начинает накапливаться вот в этом слое. Соответственно, особенно в осенне-зимний период, когда происходит обильное водонасыщение и подмерзание, оттаивание, вот этот слой начинает деформироваться. Если же от бетонного основания никуда не уйти, то чтобы избежать деформации плитки, можно воспользоваться системой TDM немецкого производителя QuickMix. Что представляет из себя эта система? Она идёт готовая в мешках. При смешении с водой получается однообразная масса. Она наносится слоем от 10 до 30 мм. Соответственно, после затвердевания и высыхания, этот слой начинает представлять из себя пемзообразную массу. То есть фактически она превращается в камень. Этот камень имеет очень много между собой каверн, пустот. Ну, все видели пемзу, можете представить, как это выглядит. И, соответственно, если мы говорим о клинкерной плитке, то там есть существует ещё один состав. Мы перед укладкой окунаем плитку в этот состав и просто приклеиваем её на это основание. Далее, в случае использования водопроницаемой затирки, вода уходит через высокодренирующие швы в основание. И даже если оно бетонное, вода равномерно распределяется по пустотам состава TDM. Если мы хотим водонепроницаемую затирку, ну, например, это очень удобно, когда у нас дом, да, и мы не хотим делать отмостку, там, бетон, потом клеить плитку. В таком случае мы делаем щебень, мы делаем этот раствор, и мы на него укладываем плитку клинкерную, заполняя вот эти швы водонепроницаемым раствором. Соответственно, вся вода, которая попадает в дом, из дома, из крыш, напросто-напросто по этой плитке уходит за те границы, где у нас смонтирована отмостка. Использование системы TDM при укладке клинкерной плитки избавит вас от необходимости установки бордюров, ведь этот раствор, являясь пластичным, жестко фиксирует ее. А на криволинейных поверхностях эта система вообще не имеет себе равных. Что касается затирок, завод Квикмикс предлагает большое количество расцветок, которые наверняка подойдут под цвет выбранной вами плитки. Кроме того, эти затирки позволяют делать расстояние между камнями до 6 сантиметров. Я вам гарантирую, что оно не выкрашивается, не как цемент, не портится, не трескается. То есть на сегодняшний день есть технология для укладки камня не только на основании, но и к фасаду. То есть специальный цветной раствор, на который вы камень положили, излишки, которые есть, просто затерли, либо наоборот добавили, чтобы швы заполнить, и у вас получается в один цикл вы делаете два дела. Вы избавляетесь от затирки, так же, как с цветными кладочными смесями. Вы на нее кладете кирпич, сразу расшиваете. То же самое здесь. Вы на нее кладете камень и сразу затираете шов. У вас получается очень качественно и красиво. Если в чем-то вы не смогли разобраться самостоятельно или с помощью нашей программы, вам обязательно помогут специалисты кирпичной компании «Брикус». Здесь к вашим услугам не только все многообразие строительных материалов, но и знания профессионалов, основанные на опыте. Кроме того, если вы планируете строительство дома, именно сейчас у вас есть возможность стать обладателем нового «Фольксваген Тигуан». Как это возможно? Дело в том, что при покупке кирпича в Рязани в кирпичной компании «Брикус» вы получаете скидку до 85 тысяч рублей на приобретение автомобиля модели «Тигуан». И также при совершении покупки в автосалоне «Германия Авто» в подарок вы получите сертификат на кирпичную продукцию компании «Брикус» на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Согласитесь, такие заманчивые предложения делаются нечасто. Так что, если вы давно планировали начать строительство, это лето, пожалуй, самое удачное время для реализации планов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова